Приветствую вас! Давайте по порядку попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Попробуем понять, как вам лучше себя вести. И стараемся сделать так, чтобы вы и правда не наломали дров, как вы говорите, да, и не отвергли прекрасного мужчин. Значит, начнем мы, пожалуй, вот с чего. У вас были отношения долгие, мучительные, с обманами, разочарованиями, взаимными унижениями и прочее, из которых вы сбежали. И вот здесь первый момент, на который мне хочется обратить ваше внимание. Вы сбежали от отношений. Почему? Почему вы не смогли расстаться со своим мужчиной, да? Что вам поменьшало это сделать? Вот вы говорите, что я сбежал. Значит, вы как-то вот, видимо, искали момент, чтобы наконец-то отношения завершить. А завершить их, пока мужчина рядом с вами был, вы не могли, или считали, что не могли, или боялись, что не сможете, или что-то еще. Это момент. И это важный момент. Там что, видите ли, вы определенно продолжаете сейчас вот эту вот линию поведения. То есть, вы продолжаете линию поведения, которая, по сути, началась еще тогда. То есть, вы тогда чего-то боялись, что-то вам не позволяло, что-то вас заставляло терпеть эти отношения. Мучительные, да? И что вы уже не знали, что делать, и буквально сбежали. Что вы отходили, что вы взяли себя в руки, погрузились в работу. То есть, вот, вы определенно очень были зависимы от человека. Да? От своего первого мужчины. Десять назад вы познакомились с другим молодым человеком, и все очень бурно случилось. В первые две недели знакомства мы виделись каждый день, и быстро перечли к интимным отношениям. Ну вот здесь тоже важный момент. Почему все бурно началось? То есть, вы говорите, как-то все очень бурно началось. Но ведь это же вы начали. Вы захотели сделать так, чтобы отношения бурно развивались. Вот здесь опять непонятно, что происходит у вас в соответственности с вашей. То есть, вы как бы говорите, что все бурно началось. Бурно началось, это что значит? Вот, по-вашему, как это выглядит? Это помимо вашей воли происходит. Так же, как помимо вашей воли происходили вот эти вот отношения. Вы говорите, недавно завершились. Но отношения с тем молодым человеком, с первым, да, может быть, даже не завершились еще, потому что вы сбежали, вы отвлеклись. Но та травма, которую вам нанес молодой человек, и которую вы нанесли сами себе, она, вероятно, еще есть. Это травма неуверенности в себе. Это травма страхи. Это травма сомнения в себе. Это потребности, о которых я еще скажу. То есть, потребность в чем? В чем-то молодом человеке. То есть, вы не просто так находились в мучительных отношениях. Вам что-то было нужно. И вы не просто так через две недели, а то и раньше, это вот вы первые две недели знакомства только виделись каждый день, а перешли к интимным отношениям быстро. То есть, может быть, вы и раньше даже, раньше двух недель перешли к интимным отношениям. Это тоже делали вы. Это тоже вы хотели этого. Вопрос в том, для чего. Зачем вы так торопились? Почему не узнали человека? Почему не проводили с ним какое-то время? Почему постепенно не сближались? Понимаете, отношения, когда они развиваются бурно, очень часто, быстро угощают. Ну, я имею в виду, со стороны мужчины, особенно если вы быстро перешли к интимным отношениям. Понимаете? Мужчине-то вы кажетесь доступны теперь, и он, по сути, считает, что вас завоевал уже. Вот. Это вот момент, о котором вам нужно подумать. Значит, он честно рассказал о двух разводах. О семье. У меня не было какого-то смущения, которое обычно бывает с малознакомыми людьми. Ну, есть такие люди, которые располагаются к себе, да? Есть такие люди, которые, вот, общаясь с ними, они как будто, вот, ну, знали тебя всю жизнь вообще. Такие люди бывают, и надо сказать, что отсутствие смущения, это, с одной этой стороны, хорошо, но, с другой стороны, отсутствие смущения, вот, как бывает с малознакомыми людьми, это создает некую иллюзию легкости в общении и иллюзию легкости в принятии человека. Понимаете? То есть, вам показалось, вам показалось, что вы легко приняли человека, и он легко вас принял. Но вы поверили в то, что мужчина вот такой вот, ну, легкий в общении, да, такой вот, очень похожий на вас, человек, у которого много общего с вами, о чем вы пишете, там потом ниже, и это стало иллюзией, потому что это говорит еще о том, легкое сообщение, что человек, рассказывая вам что-то, все равно не посвящает вас свой внутренний мир, потому что это невозможно, если у человека два развода. простите, два развода это о чем-то говорит, простите, два развода, это значит, что у мужчины есть определенные систематические ошибки, я бы даже сказал, не тематические, а системные ошибки, которые привели к расходу. Потому что это первый развод, это могло быть случайно, что второй развод, это уже тенденция, это уже система. И эта система складывается из того, как он относится к женщинам, и, соответственно, как он относится к вам. И рано или поздно эта система, рано или поздно, она проявится и по отношению к вам. Вот он и рассказывает о двух расходах, хорошо. А какие причины этих разводов? Как он относится к этим разводам сам? Считает ли он, что он несет ответственность за эти разводы? Кстати, сколько лет мужчине, вы тоже не писали, было бы здорово, если бы вы это сделали. Далее. Значит, так, можно было откровенно спросить, если у него желание к близкому общению, или он просто хочет провести время. Он сказал, что есть это желание. Ну, вот здесь тоже непонятно, зачем вы спрашиваете у мужчины, если у него желание близкого общения. Понимаете, если мужчина вам проявляет симпатии, если она обращает на вас внимание, и если он, как бы, является вашим интимным партнером, то понятно, что он не скажет вам, что хочет просто провести время. Понятно, что он скажет, что у него есть желание к близкому общению. Зачем вы это спрашиваете? Вы тем самым показываете мужчине, что вы не уверены в себе. И он теперь, наверное, знает, что вы не уверены в себе. Он теперь, наверное, знает, что вы дорожите им чересчур сильно. И теперь он, наверное, знает, что может делать какие-то вещи, может не видеться с вами, вы все равно о нем думаете, вы все равно по нему скучаете, вы все равно хотите с ним быть. То есть, вот для чего вы спросили у него об этом? Подумайте про самостоятельно. Это очень важно. То есть, что являлось мотивом для подобного вопроса? Обычно, если люди, независимые партнеры в отношениях, они не спрашивают о таких вещах. Тем более, если знают друг друга всего лишь месяц. То есть, за месяц довольно сложно вот таким взрослым людям, да, особенно если у мужчины два развода было, сложно определить вообще, что это значит для него человек. и вы, задавая такой вопрос, как бы вдавите на него, как бы вынуждаете его что-то сказать. И с одной стороны, ему может быть неприятно, что вы спрашиваете такое об этом, мол, типа, а что, сама не видишь? С другой стороны, мужчина может видеть, ага, она спрашивает, значит, она хочет со мной близких отношений, значит, я могу там что-то себе подходит, могу расслабиться, я ее уже завоевал. Понимаете, о чем идет, о чем идет вещь, я надеюсь, здесь. Дальше, значит, так, вы поверили благодаря легкости поведения, благодаря легкости общения, точнее, в этом, когда у меня возникла проблема, он помог, в общем, все нормально было, но когда мы наедине. Потом мы столкнулись с колсой, где познакомились, значит, посреди дня он был с друзьями, и очень холодно и отстраненно со мной поздоровался, а прямо, как будто ему не ловко было. Я не стал ничего выяснять, а написал ему об этом позднее. Так, значит, смотрите. Во многих мужских сообществах, во многих мужских группах не принято вот к женщинам, да, относиться как-то вот трепет. это считается не мужским поведением. И во многих мужских группах считается, что мужчины, особенно если вот они в зеркало-стяке, или если у них у всех похожие отношения, во многих мужских группах считается, что если мужчина общается с девушкой не холодно, то он, тем самым, подкаблучник, он предан группу, он, там, у него другие ценности, вообще он не мужчина. Ну, это такие, знаете, подростковые элементы, да, это вот как подростки, подростки привязываются каким-то символом группы, каким-то вот именно групповым каким-то моментом, да, то есть это там символика, там, флаг, идеология, вот что-то такое. Вот так же и, скорее всего, ваш мужчина себя вел. То есть дело не в том, что он как-то плохо к вам относится, но, может быть, если не к вам относится, но просто он не сказал об этом друзьям, потому что он знал, что его друзья, например, стали бы над ним смеяться, что он, например, после двух разводов, да, вновь нашел себе девушку. Он-то, наверное, убеждал их в том, что он холостяк. И другой вопрос, да, действительно ли он хочет быть холостяком. Другой вопрос в том, как он позиционирует себя, отношение к вам искренне. Это вопрос другой. Но для этого, опять же, нужно время, для этого не нужно спешить, для этого нужно показать мужчине, что вы сможете сделать его счастливым и дать ему понять, что вы не будете делать это просто так, что вам нужно внимания, что вам нужно ласки, что вам нужно заботы, что вам нужно время, что проказ, который он проводил бы с вами. А этого, когда-таки, нет, потому что вы бурно начали с ним роман. Поэтому мужчина вполне возможно холодно ведет себя. И потому что у него группа друзей, да, другой идеал, гей, потому что он считает, что вы уже принадлежите ему и ему не надо бояться вас потерять. Но по какой-то причине друзьям он не сказал, что у него есть девочка. И это факт. И этот факт нельзя игнорировать. А вот. Дальше. Значит, смотрите. Значит, так. Вы пишите, что на самом деле он не знал, как себя вести. Ну, это тоже какое-то такое детское оправдание его поступкам. То есть он трекал девочку, ну, подойди, обними, не целуй, хорошо, просто обними или поздоровайся, поинтересуйся, как дела. Да, то есть веди себя по-человечески, вежливо, хотя бы, тепло. Но он и этого не сделал. Понимаете? И его фраза «Неганка к себе вести» может быть уместно звучала от юночи, от подростка, от молодого человека лет 20, 22-3, может быть, но не точно от человека, у которого за плечами два развода. Поэтому, скорее всего, это просто отговорка. Ну, так, по крайней мере, очень сильно похоже на это. Если ваш мужчина не стеснительный, знаете, и не принудит в какой-то группе прям такой очень жесткий, которая вот, чуть ли не убьет его, если он наручит какие-то правила, то это звучит, как отговорка с его стороны. Далее, значит, в том моменте мы не виделись. Его отец в больнице, и он переживает по этому поводу. Ездит, помогает, но каждый вечер звонит мне по несколько минут и жалуется, как устал. Так, ну, здесь, вы видели, что, вы имеете доказательство, что его отец летит в больнице? То есть, как-то мужчина вам это доказал, или просто это с его слов? Если с его слов, то верить в это не стоит. По крайней мере, на 100%. Просто потому, что человек, вы знаете, всего лишь месяца в Эстонии так много. То есть, он не проверен, несмотря на легкое сообщение. Еще раз, легкое сообщение символизирует только то, что человек может найти общий язык другим человеком. Но это не символизирует общественности и не символизирует об искренности и открытости. Даже, значит, смотрите, он звонит вам каждый вечер по несколько минут и жалуется, как устал. То есть, он говорит о себе, по сути, дело. Да? Устает, как дела, и жалуется, как устал. Ну, за несколько минут, наверное, он спрашивает, как дела, вы говорите, что у вас все хорошо, и он жалуется, как сильно он устал. Ну, взрослый мужчина, если он действительно устал, он понимает релаксацию, он мог бы приучить с вами время отдохнуть, но не жалуется, как сильно он устал, потому что это все-таки его отец. как бы, ну, если он нас все любит, то забота, соответственно, обо все, это, как сказать, тоже, мягко говоря, странно немного, если он жалуется вам, как он устал, заботится, оботься, но если устал, заботится, оботься, не заботится, если устал, заботится, отдохни, но жалуется, то совсем. Вот это тоже момент, не очень понятный, который на самом деле вписывается в картину, в общую картину того, что вы описываете, того, что вы говорите. Я вроде бы понимаю, пищевые дали, что он действительно наверняка переживает из-за семьи и устает, но мне не дает покоя мысли, если он так повел себя с друзьями, при друзьях, значит, я ему неинтересен для срежных отношений, поэтому он и не старается выделить мне какое-то время. Вот смотрите, здесь у вас неуверенность в себе, здесь у вас сомнения в себе и здесь у вас зависимость от мужчины уже. То есть, казалось бы, есть же у человека дела, да, кто мешает вам заняться такими же делами, кто мешает вам просто-напросто заниматься своими делами, общаться с другими мужчинами, работой, спортом, всем тем, что вы делали до этого, да, и вы бы находились в равных положениях с мужчиной, но нет, вы переживаете по этому поводу. Понимаете, если мужчина, как вы говорите, не интересует с вами для личных, для серьезных отношений, то это его проблема. и он не начнет более активно интересоваться вами от того, что вы переживаете. И если вы ему интересны для серьезных отношений, то он рано или поздно проявит себя. То есть, вы никак на это повлиять не можете. Любое ваше поведение в этом ключе, это будет давление на мужчину и по сути свидетельствует о том, что вы от него зависимы, что лишь только будет убеждать его в том, что он действительно вас уже завоевал и делать ему ничего не нужно. А для вас, для вас, вот это серьезное отношение и близкое общение, о которых вы сказали уже два раза, по сути, видимо, имеет очень серьезное значение и серьезное значение именно для вас. Соответственно здесь можно задать вопрос, а для чего вам серьезное отношение? Вот что лично вам они должны дать по-вашему? Понимаете, очевидно, что вы хотите что-то от мужчины получить для себя. Но правда в том, что вам никто не должен и мужчина вам не должен ничего давать. А вы сделаете, вы хотите, хотите, вы надеетесь, что вы уже рассчитываете это от мужчины получение. А вот этого не нужно. Ваши потребности, если они есть, вам нужно удовлетворять самостоятельно, самую, без оглядки на мужчину. понимаете, надеюсь, о чем я сейчас говорю. Дальше, значит, вы пишете. Я всю неделю не могу выкинуть это из головы, очень переживаю, даже заплакал, а хотя он сегодня сказал, что он снова хочет отдохнуть, а, когда он сказал, что снова хочет отдохнуть дома. Мне очень страшно, потому что он нравится мне очень сильная, понимая, что мы могли бы здорово проводить время вместе. Ага, вот смотрите, вам очень страшно человека потерять, потому это он униен, вам для того, чтобы проводить время вместе. Ага, интересный получается момент. то есть мужчина для вас это средство весело проводит время, там как-то путешествовать, если вы реально боитесь его потерять. А вот скажите, если его не будет в вашей жизни, вы что будете делать? Вот если он сейчас скажет, что все, прости, мой отец в больницу едет в другой город, я уезжаю с ним, я как бы не могу больше с тобой находиться, что вы будете делать? Как вы будете себя вести? в случае, если мужчина с вами не будет? Как вы будете строить свой быт? Вы опять впадаете в зависимость от мужчин. Вы от первого мужчины были в зависимость, вы от второго мужчины сейчас впадаете в такую зависимость. И вам страшно. Страшно, что его с вами не будет. Соответственно, здесь я вам говорю сразу, что страх это плохо. Чрезмерное значение мужчины для вас это тоже плохо, особенно с учетом того, что вы знакомились всего лишь месяц. И поэтому рекомендую вам планировать свою жизнь, исходя из того, что его рядом с вами нет пока. Потому что это ненадежный человек. Да, он вам помог один раз, да, он был с вами, но он ненадежный и хотя бы просто потому-то не проверен времени. планируйте позиционируйте себя пока как одинокая женщина по-прежнему, да, которая принадлежит только себе. И время свое планируйте точно так. А если это было не страшно, во-первых, представьте себе, что мужчины рядом с вами нет, как я уже сказал, и подумайте, как бы вы строили свое поведение в этом случае, как бы вы действовали, что бы вы делали, чем лучше вы будете представлять себе, что мужчины нет, тем менее страшно вам будет, потому что боимся мы то, чего мы не допускаем, если представим то, чего боимся, что не так страшно будет, потому что мы будем знать, что если все-таки произойдет, то, чего мы боимся, то мы будем знать, как мы в эту ситуацию будем поступать. Вот это вам нужно делать. Второе, спрашивайте себя, мужчина собственно бросил вас? Так, еще, нет, если он не бросил вас, значит, о чем переживать? И собственно, главный вопрос, который вы себе можете задать, для того, чтобы избавляться от страха потихоньку, это вопрос, а когда будет страшно, если этот мужчина меня бросит? Вот серьезно, насколько страшно для вас, если мужчина вас бросит? Ну, бросит он вас, и что? Если он вас бросит, значит, это не ваш человек, если это не ваш человек, то он или под это устроится лучше раньше, чем позже, потому что вы будете легче выходить из отношений. Если он вас бросит, значит, что не оценивает, значит, он не понял, кто перед ним. Иначе ему определенные проблемы. И нужен ли вам такой мужчина, который вас не ценит, который вас не оценивает, который не хочет с вами быть? Тоже вопрос. Другое дело, что вы его такое отношение скорее всего воспринимаете как свидетельство о том, что вы сами недостаточно хорошо являетесь продолжением вот тех первых отношений, что вы неуверенны в себе как женщина, только сомневаетесь в себе как женщина, что вы неуверенны, что вы достойны серьезных отношений и так далее. Вот в этом может быть проблема в вас. Но тогда давайте подумаем, в чем мы неуверенны в себе. Что можно будет с этим делать? Почему вы не принимаете себя, да? Давайте подумаем, почему как так получилось, что у вас с первым молодым человеком были мучительные отношения? Как так получилось, да? Вот. Давайте разберем все. Давайте подумаем, какую цель преследовал мужчина, унижая вас, обманывая и так далее. Давайте в конце концов проработаем модель вашего женского поведения и подумаем, что вы можете дать мужчине, чтобы он был только с вами. Давайте в конце концов выстроим стратегию общения с мужчинами, чтобы не было таких вот бурных романов, которые чрезмерно и преследовременно снижают ваши цены. Понимаете, все это можно скорректировать при желании, но только если вы этого хотите, если вы готовы работать над собой. Далее, а он любит путешествовать, так путешествуйте сами, кто вам мешает. В путешествиях встретите новых людей, которые как раз таки будут все внимание уделять только вам, а не с друзьями, да, холодно к вам относиться, да, любят собак, ходить на концерты, ну, ходите сами концерты, опять же, на концертах можете познакомиться с мужчинами, которые действительно вас оценят. Собаки тоже, там, как бы, найдите себе единомысленников, чтобы вместе заниматься помощью собакам и так далее. То есть, я не вижу причин, по которым именно этот мужчина для вас незаменим, если он вас не ценит, если он не хочет быть с вами, если он не видит вашей важности в своей жизни. Далее, значит, так, он ведет себя очень нежно, очень по-мужски, поддержал вас, не давал советов, как любят делать мужчина. Вопрос, насколько у вас большой опыт в том, что любят делать мужчины? Вопрос, для чего и зачем вам поддержка в проблемах из-за работы? нужна ли вам поддержка от людей? Если не надо, то почему? Сами вы, вот как, можете сами справляться с проблемами, которые с вами происходят, или нет? Если да, то зачем вам тогда поддержка других людей? Если нет, то почему нет? Давайте попробуем сделать так, что вы сами справляемся с проблемами, потому что вам нужно справляться с проблемами самостоятельно, дабы не впадать в зависимости от мужчин и вообще от людей, которые вас поддерживают. Далее, с одной стороны, я очень боюсь, что продолжаю общение в таком формате, в каком общается он, я только привязываюсь, не получив того, чего я хочу от отношений. Во-первых, так, вот то, чего вы хотите от отношений, да, нужно взять, отделить и получить самостоятельно. Никто ничего в отношениях вам не должен, и вы не должны. Отношения это только отдавать, но не получать. Либо вы хотите мужчине что-то делать, либо выходить в мужчине, посвящать свое время, свои силы, свою энергию, либо нет. Либо мужчина хочет посвящать вам свое время и свою энергию, либо нет. Никаких я хочу чего-то от отношений. Но это же использование человека как средство для достижения своих целей. Люди, которые подвижены интеллектом, это воспринимают как оскорбление. Люди, которые повыше интеллектом, воспринимают это как возможность манипулировать людей. И возможно мужчина с вами манипулирует. в любом случае, даже если его поведение это просто случайность, это просто обстоятельство, у вас есть проблемы. Вот это неправильная установка, что вы хотите еще его отношения. Понимаете? То есть что именно вы сказали правильно этой фразе? Что если вас не устраивает формат общения, то вы можете привязаться к мужчине, да, если он будет так общаться с вами? Тут да, тут согласны. Если формат не устраивает об этом, но это мужчине сказать, что дорогой, если мы с тобой встречаемся, то пожалуйста проводи со мной больше времени. Если мы с тобой не отвечаем, если у тебя времени нет, ничего страшного, но я буду тогда проводить время где-то еще. Ты можешь меня потерять. Вот так что сказать. И если мужчина вами дорожит, он найдет время, чтобы проводить с вами больше времени. Если он не дорожит вами, считает уже своей, скорее всего, на даст понять его отношение к вам. Тут я согласен с вами, тут вы правильно говорите, но когда вы говорите, что я не получу того, чего хочу от отношений, вы уже помещаете в себя тут же в зависимость и от мужчины, и от отношений. А вот это неправильно. В отношениях я отдаю, а не получаю. В отношениях я не врежу себе и не врежу другому. Понимаете? Вот это главное в отношениях. А у вас, к сожалению, это установка неверная. Далее. Или прекратив отношения сейчас отвергну прекрасного мужчину. Знаете, отвергать никого не нужен. Вот серьезно. Вы не жена и мужчина. Вы, как я понял даже не пара как таковая, да, вы просто встречаетесь. Поэтому, знаете, самым лучшим вариантом для вас будет оставить мужчину с его проблемами так, как он живет сейчас. Не мешайте ему, дайте ему спокойно обещать свои проблемы, а сами живите своей жизнью. и строите ее так, чтобы свои потребности вы удовлетворяли сами. Чтобы не зависели ни от кого, чтобы действовали только так, как вы хотите. Если вот на этом пути у вас есть какие-то проблемы, да, что вы не можете, например, чувствовать неуверенность себе, или боитесь отца одна, или что отношения вам для чего-то важны, чересчур важны, здесь вам поможет психолог. Уже в личных консультациях, уже в личной работе можно будут какие-то моменты вычислить и их досконально разобрать. Например, отношения с первым молодым человеком и ваши потребности в нем это может быть следствием детско-родительских отношений и компенсаторного механизма в результате не очень хороших детско-родительских отношений, например. Либо это может быть проекция качеств родителей на молодого человека, соответственно, бессознательное стремление к тому, чтобы в молодом человеке видеть отца своего. как так, если у вас все было хорошо в отношениях с родителями, понимаете? И как следствие это возложение чрезмерной ответственности на вашего партнера и соответственно снижение своего уровня ответственности уже у вас. А это мы увидели с вами. Мы увидели, что вы в некоторых аспектах ответственности за себя не несете. Ну или по крайней мере ее так немножечко смывает. расплывается ее, что не является чем-то положительным. Вот, в принципе, на этом, я думаю, все. Отвечая на ваш вопрос, стоит ли мне успокоиться и подождать или что-то сделать для выхода из ситуации, я бы рекомендовал вам успокоиться и подождать, я бы рекомендовал вам пожить своей жизнью для себя время покажет. Ну и поработать над уверенностью в себе, независимостью и более четко понимать, что вы хотите, от кого вы хотите и для чего вы хотите. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.